Национальный парк Брославские озера Площадь наших охот-угодий составляет порядка 200 тысяч гектар И в год мы добываем порядка 300 голов косули Из них 80-100 голов трофейной косули самцов Охота интересная, мы ее проводим вечером на сумерке и утром на рассвете Охота с подхода, с вышки Результаты неплохие у нас бывают Вот вы сегодня видели, сегодня утро отохотились Добыли четырех неплохих трофейных самцов Охота на самца косули европейской начинается в середине мая Но идеальной с точки зрения использования манков являются сроки конца июля-начала августа В это время самки косули практически все покрыты В том числе альфа-самцами и изъятие выдающихся по трофейным качествам козликов Не является вредным для популяции в целом На поле рядом с большим болотом мы наблюдаем кормящегося лося-пантача, трех козликов и самку косули Появляется из-за пригорка самец с хорошими трофейными качествами Он идет к молодым козликам, разгоняет их и постепенно приближается к охотнику Первый выстрел оказался промахом А второй достигает заветной цели Вес добытого трофея окажется 490 грамм Охота продолжается Следующий козлик находится рядом с самкой и не покидает на звуке манка интересующую его самку Вскоре скрываясь с ней в лесу Вес добытого трофея окажется Добытые трофеи в национальном парке доводят до нужного вида в специально оборудованном цехе по обработке трофеев Работа эта непростая и требует определенных знаний и умений Специалист по обработке трофеев Владимир Сапун вываривает череп с рогами Очищает его от кожи, мышц, хрящей Затем вымывает струей воды под высоким давлением Высушивает и затем отбеливает перекисью водорода В готовом к использованию виде трофеев взвешивает и представляет клиенту За сезон здесь обрабатывается около ста экземпляров трофеев косуль европейской и 20-25 лосей европейского Несколько экземпляров волка С окончанием лета и наступлением сентября у лосей начинается гон Взрослые самцы лосей к этому времени рога очищают от кожицы Они костенеют и становятся грозным оружием в предстоящих турнирах Самцы-рогачи активно перемещаются по угодьям Иногда издавая стонущие звуки, разыскивая самок и вызывая на бой быков-соперников Это время является наилучшим для добычи трофейных самцов во время гона Егерь, имитируя звук стонущего молодого самца или самки, подманивает взрослого быка на выстрелах Эта охота является наиболее интересной и результативной Так как от умения егеря-профессионала подозвать лося зависит конечный успех охоты Кроме всего прочего, охотник выбирает цель под тем параметрам, которые ему нужны, не торопясь с выстрелом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня 12 ноября мы проводим загонную охоту на зайца В процессе охоты разрешается добывать лисицу и натовидную собаку Субтитры создавал DimaTorzok Охотятся на зайцев с первых выходных ноября Обычными местами обитания в это время являются заброшенные плодовые сады, некоси, островки кустарников, поля с озимами и рапсом Участники первого загона активно обсуждают события Здесь и внезапность подъема зверя, неожиданные промахи, подъем адреналина Из острова леса выбежала лисица Но стрелять охотникам было далеко А следом за ней и козлик выбежал Но на него нет разрешения на отстрелы И он благополучно убегает На транспорте национального парка охотники быстро переезжают и организуют следующий загон Здесь взят первый заяц 5,5 килограмм не еда Второго раза попал, а потом пришлось еще добегать Но такой серьезный парень Но дошел Самое главное, мы выходим Он говорит, а вот здесь вот должен выйти заяц Я говорю, ладно, ладно, давай фотограф, работай И он как раз в этом месте и вылетел А вскоре в густой траве заброшенного сада взят и второй Субтитры сделал DimaTorzok Стрельба по лисице оказалась не столь успешной И под вечер охота завершилась Добыли мы двух зайцев Добыли мы двух зайцев Ну а те, кто промазал Ну а те, кто промазал, надо немножко может быть и потренироваться в стрельбе Есть большая перспектива Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ее слайм преследует собака Охотники поздравляют отличившегося стрелка с меткими выстрелами Лось взят Выходят из леса загонщики У одного в руках тоже трофей Сброшенный лосьем рог Есть лось трофейный Есть два лося не трофейных Есть сигалетки лося в неограниченном количестве С выпадением снега охота становится еще интереснее Так как позволяет егерям по следам определить точное местонахождение животных И провести результативные загоны Субтитры сделал DimaTorzok Разрешение на добычу животного закрывается на месте отстрела Только после этого его можно перемещать Субтитры сделал DimaTorzok Охотники поздравляют отличившегося стрелка с метким выстрелом Субтитры сделал DimaTorzok При ее проведении охотники становятся на стрелковую линию А егеря в ярких жилетах исполняют роль загонщиков Выставляя диких животных на стрелков При этом строго соблюдаются правила техники безопасности Стрельба ведется только по ясной видимой цели На доступном расстоянии А вот стрельба вдоль стрелковой линии строго запрещена В лесу слышны покрикивания загонщиков и лай собак Охота к вечеру завершена После традиционной печенки у костра охотники разъезжаются Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok